Здравствуйте, это открытая студия на городском телеканале ЮТВ. Мы находимся на форуме «Энергетика Урала». У нас в гостях инженер компании «Вольф Энергосберегающей Системы» Константин Макроусов. Здравствуйте. Да, здравствуйте. С чем вы приехали на эту выставку? Что вы представляете? Я приехал на эту выставку с тем, чтобы представить бытовую вентиляцию. То есть идея, выставка посвящена электроэнергетике, а наша компания, она занимается промышленным, вентиляционным и отопительным оборудованием. И вот моя идея представить на этой выставке бытовую вентиляцию, которую можно применять в коттеджах. То есть это также позволит экономить и электричество, и тепло. Но у вас компания, собственно, энергосберегающая система. То есть она экономит. Да, то есть это вся идея энергосберегающая. Вообще, какие сейчас способы сэкономить энергию, вот в том числе и вентиляции, может быть, еще где-то, которые вы применяете? Ну, смотрите, в общем, я начну с вентиляции. Потому что вентиляция для меня это очень близко и родное. Я специалист по вентиляции. И в вентиляции это называется такое устройство рекуператора. То есть это устройство такое теплообменник, которое позволяет обмениваться теплом между воздухом с улицы и воздухом из помещения. И таким образом тепло экономится. То есть оно не выбрасывается на улицу просто так, как оно есть. Второй способ – это так называемые солнечные коллектора. То есть это солнечная панель, которая получает тепло уже от солнца. И в эту же вентиляционную установку встраивается специальный теплообменник. И тепло от солнца подходит в эту самую установку. И опять же мы дышим теплым, а не холодным воздухом. Вот такая. Сейчас насколько популярна тема энергосбережений? Вот про альтернативную энергетику я сейчас много достаточно разговаривал. Да, интерес растет. Что касается энергосбережения? Это прям вот касательно бытовой вентиляции. Это прям сейчас бум какой-то. То есть сейчас с чем это связано? С тем, что раньше коттеджи строили, ну как просто вот коттедж есть, его построили. И вся вентиляция представляла собой это два отверстия в туалете и, возможно, отверстие где-то снаружи, чтобы воздух уходил. И сейчас вот все эти европейские веяния к нам приходят, что дышать, по сути, становится нечем. Дышать человеку нечем. Люди болеют. Люди, соответственно, дети. Тоже им некомфортно. И энергосбережение, оно позволяет в этой вентиляции, ее поставить, эту вентиляцию, при этом сэкономить на обычном нагреве тепла, воздуха, который ты просто греешь. И это прям сейчас... Но в какой степени это тоже альтернативная энергетика. Да, можно сказать, что это, да, альтернативная энергетика. Это... Ну, сейчас этот рынок в России, он только начинается. То есть вот раньше строили коттеджи, как вот их строили, 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 а теперь вдруг все задумались, а дышать-то в этих коттеджах нечем. Ну, а вообще в целом интерес людей, вот, не знаю, к своему дому, к энергии в нем, он возрастает. То есть люди пытаются сэкономить там или как-то грамотно, наоборот, получить энергию бесплатно. Бесплатно? Да. Интерес, на мой взгляд, сейчас очень возрастает именно к таким технологичным решениям. То есть не когда это решение одно-единственное, ну, там, пусть даже та же вентиляция, а когда это такое решение совместное. То есть это есть и вентиляция, и, например, это энергоэффективные котлы, там, и это солнечные коллектора. И когда это все связано воедино, это получает, вот, именно за такими сейчас решениями, ну, не гонятся, но, в общем, стремятся заказчики и владельцы современных коттеджей. У нас даже видео есть на YouTube. Это уж так. И там как раз вот об этой системе такое рассказано, совместное, очень интересно. Так, и на выставке вы выступаете, нет, госпитера? Да, на выставке я выступаю, и я расскажу как раз о бытовой вентиляции и о эффективности энергосбережения с помощью наших систем бытовых вентиляций, таких рекуператоров специальных. Все, спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok